Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас мы посмотрим, какие события ожидают вас в предстоящий месяц. Актуально для тех, кто смотрит этот ролик именно сейчас. Итак, какие события ожидают вас в любви в ближайший месяц? Какие события ожидают вас в любви в ближайший месяц? Я прошу высшие силы дать мне максимально точную информацию для моих зрителей. Какие события в любви ожидают вас в ближайший месяц? Первая карта. Карта дерева. Провизойдут какие-то судьбоносные встречи. Встречи семейного характера и встречи со знаком «плюс». Вас ожидают какие-то срочные поездки, дороги. В вашем доме, возможно, появятся друзья или человек, который дружественно к вам настроен. У кого-то произойдет судьбоносное событие, связи или встречи. Уже я связываю вот эти вот две карты, которые предназначены вам судьбой. Немножко что-то будет омрачать, какие-то события прошлого будут омрачать ситуацию. Но вмешаются высшие силы. И удача снова будет на вашей стороне. Вас ждет какая-то радостная поездка. Возможно, поездка или покупка нового автомобиля, поездка за покупкой нового автомобиля или какой-то бытовой техники. Возможно, кто-то вам подарит даже такую бытовую технику. Или давайте немножко сберем, чтобы все у нас поместилось. Вот, теперь видно карту Карава. Итак, какие события ожидают вас в любви в ближайший месяц? Точно неожиданная встреча. Карта всадника по судьбе. Это уже идет гарантированно. Какой-то подарок. Даже, знаете, подарок сексуального характера. Чья-то двойственная ситуация разрешится. На ней будет поставлен крест, причем окончательно разрешится. Разрешится так, что вы даже не поймете, кто вам помогал в этой ситуации. И, возможно, вы узнаете. Какая-то женщина, возможно, для кого-то сестра, для кого-то мать, будет играть важную роль в ближайшие 30 дней. Да тут выходят вообще родители для кого-то. А для кого-то это может трактоваться как мать и отец, старшая сестра и брат, бабушка и дедушка. Для кого-то это может трактоваться как коллектив на работе и начальник, причем который к вам очень будет положительным настроем. В вашей семье будет царить любовь. Ну, возможно, какие-то мелкие ссоры, неприятности с друзьями или из-за друзей. Так, как мне сделать, чтобы было видно? В ваш дом поступит какая-то официальная информация. Карта сад выпала на своем месте, после которой вы будете общаться, активно общаться. Будут убраны все препятствия из вашей жизни, и вы начнете что-то новое, новое, судьбоносное ожидает вас. Прошу обратить внимание, что по карте лиса у вас есть какой-то тайный обманщик, который планирует вас тянуть в какую-то махинацию. Вы получите какое-то письмо, которое свяжет вас. Возможно, познакомитесь с кем-то в интернете, возможно, получите от человека письмо, которое свяжет вас с человеком, который вам очень близок, от которого вы ждали этого письма. И вот вы сама, если вы женщина, выходите в доме книги и смотрите на это письмо. Для тех, кто желает познакомиться, хочу сказать, что поступает информация, что появится на горизонте два партнера, а для кого-то это может трактовать семейную пару, что для создания семьи появится партнер. Последний ряд. какой-то мужчиной, которого вы оставили, будет чем-то озадачен из прошлого. Вам будет казаться, что вы себя чувствуете в какой-то период одиноко. Но еще раз говорю, высшие силы на вашей стороне и спешат вам на помощь. Рыбки выпали в доме солнца. ситуация в любом случае и в финансовом, и в любовном плане поменяется со знаком плюс для вас. В доме ключа выпадает ключ, то есть вам под силу решить многие проблемы, которые у вас накопились к этому времени. возможно помощь издалека, финансовая или даже радостная. Вы будете несколько нервничать. Почему? Потому что здесь появляется мужчина в доме просто. Если вы девушка, вы или женщина, вы станете перед сложным выбором партнера. Я вам уже сказала, что на вашем горизонте появятся два партнера, и вам нужно будет сделать сложный выбор кого-то одного. У мужчин также будет общение с двумя женщинами. Если вы в браке, это возможно супруга и еще какая-то женщина, но возможно некоторое недопонимание, которое потом будет закрыто. Здесь больше расклад говорит женщинам о том, что их ждет. Либо неожиданное знакомство, либо очень радостное свидание, встречи, разрешение какой-либо проблемы в вашу пользу, какая-то судьбоносная встреча. Мужчины же у нас, если смотрят мужчины меня, куда-то будут спешить и будут вызывать какое-то недовольство со стороны партнера, может быть, или партнерши, из-за своей вечной спешки, из-за своих вечных каких-то дел, каких-то поездок. девочки мои, у вас в ногах над головой сердца, вас будут очень сильно, ну весна, понятное дело, вас будут очень сильно беспокоить, какие-то сердечные проблемы, и вы будете постоянно находиться под гнетом тяжелых мыслей, вы будете нервничать. что я вам хочу сказать, если у вас есть какое-то загаданное желание, оно обязательно исполнится по карте ключ, но не так быстро, как бы вам хотелось, но то, чтобы это желание исполнилось, уже произойдет закладка вот этого энергетического посыла, вот этого положительного нюанса уже в ближайший месяц. Посмотрите, вы нервничаете, у вас в ногах карта луна, над вами карта сердца, у вас над вами медведь, да, человек, который готов оказать вам покровительство, у вас над головой клевер, клевер это удача, а в доме клевера у нас аисты, удача в семейной жизни, любовь в семейной жизни, вы преодолеете все неурядицы, которые возникнут, а они возникнут, возникнут как из-под земли, совершенно неожиданно, вы даже не можете ожидать, какие, не можете предполагать, откуда придут эти трудности, но трудности придут такие, которые вам будет легко разрешить, и у вас будет ресурс и энергетический, и психологический для того, чтобы их разрешить, самое главное, никому не рассказывайте о своих планах на будущее, у мужчин, которые меня смотрят, ситуация несколько похуже, чем у девочек, которые меня смотрят, я вам еще раз говорю, какая-то поездка вас ожидает, но поездка, которая будет раздирать вас на части, то ли ехать, то ли остаться, потому что результат этой поездки, возможно, вас не очень будет радовать, неожиданные события, в плане преодоления препятствий, у девочек моих, которые меня смотрят останутся за спиной, у мужчин же за спиной останутся тягостные воспоминания и уже решенные проблемы где-то, которые связывают вас с какими-то дальними делами, понимаете, может быть, кому-то надо будет поехать там куда-то, грубо говоря, вступить в наследство, может быть, кому-то надо будет поехать там забрать что-то откуда-то свое, и вот эту проблему связанную с поездкой в неизвестность вы сумеете решить для себя в течение этого месяца. Я желаю всем удачи, любви и успехов. с поездкой